Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Создатель этого самого реактора коммерциализации в Риге Николай Адамович, доброе утро. Доброе утро. Что за реактор? Название, конечно, такое очень-очень... Да-да-да, такое прям кажется, что там все бурлит и происходит. Что же бурлит и происходит, об этом мы в ближайшие минут 40 поговорим. Вы тоже подключайтесь к нам. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефон напрямого эфира. И про WhatsApp тоже не забывайте, если руки у вас свободны. 2-3-0-6-1-9-1. Но если за рулем, сегодня особенно не рекомендуем пользоваться, потому что, да, на дорогах сегодня надо быть аккуратным. Голо ледится. Реактор. Что это такое? Или коммерциализация? На что здесь надо ударение? Давайте с реактора начнем. Это представим, что это некая большая-большая колба, да, куда впихиваются пара или тройка компонентов. Дальше происходят всякие реакции. Здесь в этом смысле реактор. И если эти трубы, по которым что-то течет, да, то по одной трубе текут научные знания, да, через другую трубу заходит предпринимательский дух. Да, значит, на самом деле это две разные, два разных потока, да, которым потом прикрепляются и знания, и просто бизнес-знания, и инвестиции, без чего все не делается, и индустриальная экспертиза, и все такое, да. Но две вот этих вот… Соединить эти два потока. Да, да, два этих мира, не война миров, а мир миров, да, значит, в этом реакторе, это то, что мы делаем, собственно говоря. Существует мир ученых, который сам по себе на 99,9% живет в своем мире, да, существует мир предпринимателей, имеющихся и будущих предпринимателей, которые хотят чего-то сделать великое, да, но, может, идей не хватает. Или даже идеи есть, но базы, на которых эти идеи возникают, да, и этот тоже мир живет сам по себе, вот, и 10 лет назад, без двух недель, да, значит, мы организовали вот эту затею для того, чтобы дать возможность предпринимателям в первую очередь коснуться науки, понять, что там ничего страшного нет с точки зрения превращения это в бизнес, да, запихнуть это все в реактор у нас. Мы понимаем, как это все варить, там, как это подогревать и все на свете все делать, да, чтобы на выходе был бизнес, да, были стартапы. Нас, кстати, не единожды называли Латвию страной стартапов, что у нас молодые, предприимчивые, ну, может быть, и не молодые, и совсем молодые, это не 20, и не 30 лет, и постарше тоже есть, но к тому, что есть идеи, мы, в общем-то, хороши в этом. Относительно всего остального, что есть кругом, да, у нас, слава богу, у нас нет нефти, как я всем объясняю, все украдено до нас, да, значит, до вот этих предпринимателей, которые мечтают что-то сделать, да, нет госкорпораций, которые платят бешеные деньги, да, ну, либо там уже все занято, у чиновников, все. И поэтому люди с индексом деловой активности, который выше среднего по Европе у нас никуда не девается, да, и люди что-то предпринимают, да, кто-то предпринимает решение уехать за кордон, да, кто-то ищет что-то, что можно сделать европейского или мирового уровня, не уезжая отсюда, да, ну, вот реактор для таких. За эти 10 лет, вот, чем вы можете, ну, какие-то, вот, действительно, кейсы, которые выстрелили? Ну, мы, порядка 100 стартапов создано, порядка 100, проинвестировано порядка 55. А кто инвесторов, кто? Это частные инвесторы? Я расскажу, значит, до прошлого года это были другие инвесторы, сейчас у нас под управлением венчурный фонд, мы выиграли год обратно, полтора. Ну, вот, и у нас есть свой фонд, так и называется, фонд реактора коммерциализации, ну, вот, который инвестирует сам в эти стартапы, значит, я потом поподробнее расскажу об этом. Ну, вот, до сих пор живы, наверное, 40, я не считал специально, да, 40-45, да, и один стартап уже продан. То есть, это для любого, кто занимается инвестициями, очень важно не только вложить деньги, а и получить их обратно. Да, поэтому вот такой кейс, такой пример, он существует, это хорошо. И на подходе 3-4 где-то. Наверняка ведь существует какое-то противоречие между предпринимателем и учёным, потому что учёный всегда будет считать, ну, это же я всё придумал вообще, ну, тут, господи, что он, что это сделал? А предприниматель думает, господи, вот, ну, вот, этот кабинетный учёный так бы и сидел, и вообще там просиживал бы штаны, без меня бы он пропал. То есть, вот, каждый считает себя, наверное, ну, более важным игроком в этой связке. Абсолютно верный, ну, скажем так, замечание верное, да, учёный до тех пор, пока он думает, что он всё знает, да, и по бизнесу особенно, да, так и сидит в своём кабинете. Как правило, его достижение на полке и лежит. Максимум, что он умеет делать это, ещё раз подать это достижение, чтобы получить какой-то грант, да, значит. И чтобы никого не обидеть, скажу, что, конечно, среди учёных процент предпринимателей тоже существует, как среди певцов и всех остальных, да, значит. То есть, предпринимательство – это не знание, это натура, натура, да, то есть есть… Набор навыков. Да, да, учёные, которые бывают предпринимателями, да, и… Мы помним, Эдисон, Томас Эдисон. Да, да, успешные и всё такое, но я думаю, что как только пять мы перечислим, дальше будет сложно очень, да, вот. Ну, каждый своим делом занят, тоже правильно. Да, да, потому что это разные полушария, на самом деле, работают, разные человеческие навыки, разные цели в жизни, разная устойчивость к стрессу и всё на свете. Но, действительно, большинство учёных считает, что бизнес – это какая-то фигня, я извиняюсь, да, значит, что это каждый может, и нужно нанять пару, ненавижу это слово, продажников, да, а не продавцов, деятелей по маркетингу и так далее, да, и всё пойдёт как по маслу, а вот что-то не идёт, да. Да, и мы работаем как раз с теми учёными, которые осознают, что коммерциализация, вот мы доходим до этого слова, научных разработок, это предпринимательская задача, не научно-техническая, а именно человеческая предпринимательская. То есть этим надо заниматься 24 часа, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году и до тех пор, пока не произойдёт экзит, выход, продажа компании, да, поэтому, да, но предприниматели, которые приходят, в большинстве не считают, что вот они сейчас всё, наоборот, да, наоборот, мы сталкиваемся с тем, что заниженная самооценка у большинства с точки зрения, ну, где я, да, значит, со своим МБИ, да, и где это вот физика, химия, там, молекулярная биология и прочее, прочее, да, то есть мы же пытаемся объяснить, тебе не надо становиться вот учёным, да, тебе надо просто на пальцах, чтобы понимать, что происходит, да, это придётся, да, но когда ты займёшься бизнесом, да, мы же не думаем, как устроен мобильник, вот он у меня в руках, да, а куча людей этим занимаются, продают и всё такое. Да, разобраться надо и понимать связь вещей внутри, но не на научно-техническом уровне, ну, скажем так, на бытовом. Поэтому предприниматели, обращаясь к предпринимателям, да, вот фраза «не боги горшки обжигали» – это точно, да, и примеров, когда буду рассказывать, у нас, когда, ну, аудитор, да, становился успешным предпринимателем, да, вот, кстати, пример вот этого «Экзита» – это была компания «Накотехнологиз» такая, да, которую купил немецкий гигант «Шафлер Групп». «Шафлер Групп», ну, огромная компания, в каждой машине 100 деталей минимума их производства, любой, вот, приобрели. Так вот, Александр до этого работал в «Делойте», просто, да, когда пришёл 10 лет назад к нам в реактор, всё получилось, да, и вот он развил. Сейчас, естественно, он дип-тек предприниматель, дип-тек – это глубокая технология, да, то есть он дип-тек предприниматель. Это какая-то со стороны, наверное, простых предпринимателей, вот эти вот дип-тек предприниматели, они ещё вот выше, вот, учёные совсем где-то далеко, а вот эти предприниматели, они где-то вот тоже на вершине, это вот следующая элита какая-то, наверное. Нет, конечно. Я считаю, что продавать огурцы, кетчуп, майонез не проще точно, если не сложнее. А слово элита, может быть, они должны быть чуть-чуть более образованы. Английский нужен, ты должен понимать, как устроен бизнес уже глобального уровня. То есть это так. То есть мы стараемся выйти за рамки Латвии? В Латвии вообще ни при чем, будем честны. В Латвии хай-тек и дип-тек бизнес, индустрии нет вообще за редкими исключениями. Мы стараемся, кстати, это пополнить. Это отдельная тема, будущее Латвии в этом смысле. Как этот реактор, может быть, на пальцах попробуем объяснить, как это все происходит? Потому что, судя по тому, как вы рассказываете, такое представление, что это, как, не знаю, приложение Тиндер или какие-то вот эти там «собери пару», «найти пару». То есть приходит предприниматель, выбирает из ученых так вот, просмотрел там 10 предложений, выбрал, что ему симпатично, ученые также выбирают предпринимателя. Как это происходит? Начало похоже, то, что вы объясняете. Я не сильно знаю, что такое Тиндер. Это за сайт знакомств. Люди просто смотрят, мужчины выбирают понравившуюся женщину, а женщина – мужчин. Отлично. Здесь это не так. Здесь это готовится специальным образом группой ученых, потому что объяснить их, что они там наваяли, мы это называем, извините, для блондинок, или на английском «фодамец». Это очень нетривиальная задача. Очень сложно объяснить глубокую науку простыми словами, чтобы понял любой. А в аудитории сидят предприниматели, которые не имеют соответствующего образования. И им слово синхрофазотрон ничего не объясняет. Поэтому нужно объяснить, что это такая труба, по которой бегают элементарные частицы, элементарные частицы, то есть, что состоит весь мир и так далее. Ну вот. Но это, вот то, что Вы сказали, это, ну как, он так у нас и называется, ignition event, да, зажигание. Да, то есть, это как вот в машине искра вот должна пройти, да, но весь остальной механизм, все остальное – достаточно комплексная история. И вот этот процесс, когда вот именно реактор, почему, когда вот поток ученых, поток предпринимателей, и потом еще поток инвесторов, все это в одно, сплавляется в одно целое под названием стартап, да, и дальше бизнес, да. Вот эта методология, технология, она очень нетривиальна, потому что, а, разные миры, разные субстанции, в принципе, да, и очень комплексный путь. Очень много проблем, по ходу дела. Мне кажется, Вы такую очень важную вещь упомянули, что здесь все-таки три составляющие, и предприниматель, как многие думают, что предприниматель уже должен быть с деньгами, он должен прийти и вложить. Что это не обязательно, но предпринимателем должна быть задумка и навыки, и инвестор, вот эту третью составляющую, он как раз-таки может в реакторе тоже найти. Совершенно верно. Предприниматель – это человек, который меняет мир, да, а инвестор – это человек, который зарабатывает на этом деньги. Да, бывает, что совпадают, бывает, но, строго говоря, чем дальше, тем вот специализации становятся более, ну, большими, да, и предприниматель – это тот, который, на английском, make things happen, то есть делать, чтобы все случилось, да, значит, а инвестор смотрит на самого предпринимателя, на технологию, на рынок, на возможности вернуть деньги, и это под другим углом он все смотрит. И действительно, спасибо за подсказку, да, вот предприниматель может быть и инвестором, да, но это вовсе не обязательно. Может искать его. А вот скажите, как происходит вот экспертиза этого? Ну, предположим, вот человек прибегает к вам, говорит, я изобрел вечный двигатель, все, мы с вами заработаем. Ну, вот кто объяснит, вот это работает или не работает? Потому что ученый же может своим птичьим языком нагородить такого, что… Ну, еще как может. Я видел проект «Телефонная связь с потусторонним миром». О, значит, я видел, да, значит, и это пик ее, но с другой стороны, да, это экспертиза. У нас исторически сложилась сеть экспертов, да, их порядка 30 человек, все с соответствующими образованиями, все такое, они живут в научных центрах, это не в Латвии, да, это где угодно только не в Латвии, скорее всего. У нас есть эксперт здесь тоже, но вот среди всех. И каждая технология, да, точнее не технология, а научное достижение, ей до технологии еще надо дотопать, да, некий научный результат, да, он оценивается в первую очередь с точки зрения, ну, научности, да, потом готовности. Есть такое понятие, как уровень готовности технологий, их уровень от нуля до девяти, да, надо, чтобы был на четвертом, то есть что-то уже можно пощупать, посмотреть, да, вот, то есть это экспертиза, реальная экспертиза, она у нас одна из самых лучших, вот, ну, я скажу, что в радиусе, наверное, ну, тысячи километров точно, да, вот. Про инвестиции, вы сказали, что фонд у вас появился, как выбрать, кому дать, кому не дать, и приходят ли к вам вот с мешком денег и говорят, вот, хотим вложить, что у вас тут есть? Можно я отвечу чуть позже, я вот закончу с предыдущей темой, да, как все происходит. Вот этот Ignition Event, который, кстати, у нас будет вот 1 ноября, ближайший. Уже в пятницу? Да, 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 на сайте все есть, да, в эту пятницу на TakeUms, да, там будет 10 уже отобранных технологий, я очень надеюсь, что все прилетят, да, с такой погодой, как у нас. Но если нет, организуем видео, да, значит, на 10 технологий, да, мы ожидаем порядка 100 предпринимателей, да, которые будут первый день, ну, сначала будет конференция по трансферу технологий совместно с агентством инвестиций, да, мы проводим такую, чтобы люди поняли немножко, было время о том, чтобы понять, как это вообще работает, потому что тот метод, которым мы занимаемся, он не единственный, да, Ну, сегодня не будем об этом, но то, что делает реактор коммерциализации, это часть трансфера технологий, часть трансфера технологий. Один, озабочены все правительства, должны быть озабочены все университеты, но это не так, да, сделали, на полку положили, хорошо, да, не живут университеты, не кормятся от коммерциализации. Вот, да, ну, хорошо, это плохо, никто не знает, в Америке это норма, в континентальной Европе, и Латвия здесь не исключение, это и в Германии, и везде, да. Не знают как, не хотят, нет времени. Ученые не мотивированы, это для них, ну, черная работа просто. Что они что-то сделали, изобрели, придумали, дальше пошли. И я тут, мы, мы говорим, давайте, ребята, да, так вот, на Ignition Event будет, вот, то есть сначала у нас будет небольшая конференция, да, всех приглашаю посмотреть вместе с, это магнитик Латвии есть такой вот, лозунг, вот эта часть этого. Латвийское агентство инвестиций развития. После чего, после чего, после чего будет именно вот наш Ignition Event, это 10 технологий, предприниматели их слушают, стараются понять, все на английском, да, это вот про элитность, не элитность, да, то есть вот. Язык международный бизнес. Ну, язык бизнеса, именно поэтому, да, то есть делать дип-тек бизнес, да, вот, хай-тек, дип-тек без английского, к сожалению, невозможно, да, то есть вот, никак. Не найти контакт с индустрией, с инвесторами и все такое, а локальной у нас индустрии нет, на русском тоже, к сожалению, нет, потому что российский рынок это 1-2% от мирового, соответственно, он очень маленький как рынок, поэтому русский тоже маловато будет, да, поэтому английский, скоро, наверное, и китайский, ну, вот. После чего, в общем, это два дня происходят 1-2-го числа, тот, кто всерьез задумывается, значит, о том, чтобы пора сменить что-то в жизни и начать думать, да, на добро пожаловать, да, это Тейкумс, будет на Тейкумсе. Вот. Ну, и потом я бы хотел сказать портрет предпринимателя, ну, когда будут, может, истории, я лучше на примерах расскажу. Вот. С инвестициями. Да. Три, по-моему, года назад другое агентство «Алтум» объявил конкурс на управление тремя акселерационными фондами. Акселерационный фонд общая сумма там 5 миллионов евро, и из них половина идет на так называемый предпосевной, на этап инвестиций, вторая на посевной. Я здесь, наверное, должен объяснить, что это значит. Вот. Предпосевной на английском «пресид», на латышском «пермсеклас». Да, значит, это деньги, которые даются на проверку идеи. То есть это, ну, совсем-совсем первые деньги. Как правило, инвестирует государство, потому что это очень рисковые деньги, частники не хотят идти, потому что никто не знает. А сколько денег нужно на это вот? Ну, мы максимум 50 тысяч в каждый проект евро, да, соответственно, это нам за предстоящие два года еще 40 проектов проинвестируют. И это все инвестирует правительство? Это деньги «Алтума», вот первая половина. Вторая половина, там есть микс с частными деньгами, да, вот, где 80 процентов. А какой вот процент, кстати, того, вот эти пассивные проекты, сколько из них восходит? Наша история, да, и вот то, что мы работаем с более тяжелыми проектами, такими, где железки, что-то сломать можно. Мы не работаем с обычными веб-сайтами и так далее. То есть, именно базируешься на науке, у нас рейтинг выживаемости выше, чем кругом. Да, если кругом, дай бог, 2 из 10, да, то у нас есть 7. Да, вот, проходит на следующий уровень. Вот прямо такая статистика. Ну, дальше, естественно, все равно отсеваются и так далее. Как выбирают? Вот вы сказали, что есть эта научная группа, которая выбирает идеи именно, а как выбрать правильного предпринимателя? Мы же тоже не знаем. То есть, может прийти совсем, там, молодой человек 20 лет, он предприимчивый и с горящими глазами, но у него нет вот этого опыта, может быть. Или, наоборот, слишком пожилую, у которого, ну, скажем, старые какие-то взгляды на мир не... И те, и те, и другие приходят, да, и добро пожаловать, и формируется команда. Самое лучшее, это когда в команде есть и сеньоры, если говорить про пожилых, и юниоры, если говорить про молодых. Да, значит, идеально, когда есть средний возраст, да, это бывшие корпоративные менеджеры, то есть, которые уперлись в какой-то потолок и понимают, как в том анекдоте, что у генерала свой сын, да, есть, и дальше он на этом уровне может трубить еще 10, 15 лет, 20, да, и все. Да, таких у нас, самый, вот, ну, мы для таких самый лучший вариант, я считаю, вот. Вот, и, да, создается команда. Сказать, что у нас на данный момент есть какой-то сверхнаучный отбор предпринимателей, я такого сказать не могу, мы движемся в эту сторону, мы движемся постепенно, да. Но жизнь показала, что, поскольку эта задача очень нелегкая, коммерциализация вообще, создание движения стартапа, то жизнь ставит все на свое место, так скажем, да, то есть, те, кто случайно отваливаются, отсеиваются, те, кто очень хочет и понимает, есть навыки, да, то движется вперед. Кого больше всего не хватает вот в этой связке, ну, скажем, из этих трех групп ученых-изобретателей, предпринимателей или инвесторов? Ну, вот, не знаю ответа вот такого, да, скажу так, хорошего всегда мало, да, суперхорошего еще меньше, да, вот, поэтому супернаучных достижений мало, суперпредпринимателей тоже мало, да, но инвесторов, суперинвесторов тоже мало, да, но если говорить о, скажем так, достаточном, достаточном уровне, то я бы сказал, что для Латвии, конечно же, это в первую очередь научные идеи, и у нас из этих десяти ни одной латвийской не будет в этот раз. Было два кандидата, но они не подошли. Но при этом в Латвии все это происходит, и при этом АЛТОМ… Да, но стартап латвийский, да, стартап латвийский, ну, смотрите, допустим, есть Московский государственный университет, или Новосибирский государственный университет, с которыми у нас договора о трансфере технологий, да, значит, там происходят свои какие-то достижения, да, есть группа ученых, которые, с которыми мы работаем постоянно и в течение не одного дня, да, а, значит, которые в итоге, говоря, соглашаются, что вот это тот момент, когда можно представить какие-то научные достижения, да, и много юридических всяких дел. И в потенциале коммерциализации данной научной разработки ориентирована она в первую очередь на европейский рынок. Да. Вот. И после чего латвийский же предприниматель с латвийскими инвесторами создает стартап ученый, как был в университете. Он так и продолжает работать, но знание его, знание его... Предприниматель, инвестор в латвийске. Да, 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 переходит сюда. У нас просто давно дозваниваются слушатели. Давайте попробуем принять звонки. Доброе утро. Доброе утро. По поводу латвийских идей. У вас же на Болткоме месяц назад, может быть, было замечательное интервью с дядечкой, специалист по витамину D из института латвийского какого-то. Да, да, да. И он как раз рассказывал, что у них куча идей, и латвийские предприниматели совсем за них не берутся, им нужно искать в Европе еще где-то. По барыке, да. Абсолютно постоянно. Вот они не встретятся никак. Можете как-то прокомментировать. Но это как пример, что вот латвийские идеи-то есть. Спасибо. Значит, латвийские идеи есть и ни одна, и ни две, и даже не десять, да, но они должны подойти для коммерциализации. Это раз, да. Идея с любой, научная идея с любой фармой, с любой фармой, да, вот нами не рассматривается. Почему? В принципе. Там другие правила игры. Там без, там с 50 тысячами ты ничего не сделаешь просто, да. Другие вложения. Миллион нужен для того, чтобы хоть что-то начать проверять, да. Поэтому с вот названным господином я не знаком, я не знаком, поэтому с удовольствием встречусь, если он слушает эту передачу или вы дадите мне его координаты, да, вот. Но важно, чтобы это была именно научная разработка, да, то есть именно в недрах, как правило, университета, либо отпочкованная от университета, да, потому что мы вот за этим очень следим, да. Потому что действительно, ни слова не говорю про конкретный пример, но изобретатели, которые в гараже придумывают постоянно, значит, чего-то, чего-то, мы, к сожалению, с ними как с потоком работать не можем. Предосхитили мой вопрос. То есть это должно быть от института именно, или латвийский, или РТУ, или ТСАИ, то есть это какое-то представительство. Это воспринято научным сообществом, да, то есть если кто-то изобрел в гараже что-то, да, я не говорю, что у него ничего не получится, я говорю, что это конкретно с нами ничего не получится, да. А так бывает, и ваш пример с шариковой ручкой, да, там есть иголка Зингера, вообще классический пример с изобретением, да, простейшая, но пойди, значит, придумай и все такое, да. И я снимаю шляпу перед такими, но их все меньше и меньше, и меньше, и меньше, да, то есть это тоже надо понимать, и все уже, чтобы что-то внедрить, нам все комплекснее, комплекснее и сложнее. Вот говорят, что изобрести уже новое, что это велосипед, по-новому не удастся, что все это как какое-то осмысление каких-то уже существующих идей. Вы видите что-то принципиально новое, или это все добавление, или переосмысление чего-то уже существующего? И так, и так, да, то есть и... Помимо связи с потусторонним миром, что-то есть такое? Нет, все, наука не стоит на месте, но и хорошо забытое старое, или как раз пришло время для выхода на рынок с шариковой ручкой, да, То есть турбину там изобрели тысячи лет назад, но она как инструмент стала работать совсем недавно, да, телевидение, тоже знаете, там, 20-е годы прошлого века заработало даже в передовых штатах, там, после войны. И так далее, да, то есть все должно еще созреть, должны подойти материалы, из которых это должно быть сделано, система связи, да, там много сейчас, скажем, физических или химических достижений, да, можно коммерциализовать, потому что уже есть смартфоны. То есть и алгоритмы, и та скорость обработки информации, с которой позволяет уже сделать продукт. Например, один проект, это определение патогенов, патогены это дренсик, значит, в органике молоко, это там краски и так далее, и так далее, да, сейчас все пользуются в молочной, ну, вся молочная промышленность чашками Петри, когда кидаешь чего-то, оно цветет в случае чего, и через неделю ты видишь, ну, трое суток минимум, да, здесь два часа будет, да, значит, совершенно другой метод. Но он основан на том, что фотографируется специальным образом и обрабатывается куча снимков, да, и здесь без современных микроскопов цифровых, да, без нейросетей, которые помогают это сделать, вот эта компания Канелум, кстати, на латвийской разработке, да, то есть, вот, это один из редких примеров, когда это латвийская разработка. Насколько политика вторгается в вашу деятельность, ну, например, от ухудшения России с Западом, которое произошло там в 2014 году, вот как это отражается на деятельности, ну, такого рода проектов, которые должны, наоборот, ну, соединять, и там, и участвуют и российские ученые, и ученые с Запада, и предприниматели? – Ответ неоднозначный, да, то есть, у кого мозги на месте, да, в том числе и у наших чиновников, то все нормально, да, значит, причем мы чувствуем охоту на ведьм и в России, в том числе, да, то есть, это… – Бустороннее движение, да. – Да, то есть, ну, надо меньше газет читать, как говорил профессор Преображенский, да, вот, и… – Но, скажем так, на вот реальном уровне, на реальном уровне мы чувствуем затруднения некоторые технические, но не прекращение интереса или как-то вот, вот, то есть, рынок Евросоюза, как был по дип-теку, по глубоким технологиям, он основным, так и есть, да, и Америке потом никуда не денешься, да, значит, наука на постсоветском пространстве, как была хорошей, так она и есть, предприниматели наши здесь, да, одни из лучших, да, если не лучшие, тоже есть, да, поэтому… – А, и важный момент, что все равно, даже для такой маленькой экономики, как Латвия, да, будущее все равно там, ну, связано с высокими технологиями, да, мы не можем конкурировать с Китаем, ну, и так далее, да, по производству и все такое, поэтому остается что-то такое вот, где маленькие группы могут делать большие вещи, да, а это, как правило, дип-тек, да, поэтому ответ на вопрос скорее лучше, чем хуже, да, вот так, но есть как-то нюансы, как говорится. – Создатель реактора коммерциализации в Риге Николай Адамович, у нас пару минут буквально остается, 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефон напрямого эфира, по поводу портрета предпринимателя хотелось бы узнать, и я не могу спросить, не спросить про женщин, насколько много, потому что это, ну, всегда так относятся, возможно, это уже предрассудки, что к ним относятся, как-то не так, но насколько их много, насколько они смелые в этом плане? – Значит, портрет, ну, их несколько, да, типов, так скажем, да, это, конечно, юниоры, но, как правило, это дети, ну, относительно состоятельных родителей, то есть те, которые, я имею в виду дети, не обязательно должны вот сегодня идти пахать и зарабатывать себе, чтобы залить машину, которая тоже у них есть, да, и это хорошо, при этом эти люди, да, они не избалованные, потому что, конечно, тут пахать и пахать, да, и таких у нас много, много, то есть когда родители добившиеся чего-то, да, и их отпрыски, да, стремятся тоже чего-то сделать, может быть, не обязательно то, что и родители, да, и они пашут и все такое. – Готово работать. – Да, это как бы на одном конце, да, есть люди, ну, скажем так, которые по какой-то причине вышли из предыдущего своего бизнеса, ну, их единицы, да, безработные, в кавычках, миллионеры, да, которым интересно чего-то поделать, да, ну, вот, но целевая – это люди, которые много лет и образованные по бизнесу работали в производстве в сфере услуг, как менеджеры в основном, да, на кого-то, да, и пришел момент, когда для них наступает момент, когда они задают себе простой вопрос, что я буду делать в следующие 20 лет, да, да, как правило, лет 40 человек себе такой вопрос задает, да, до 35, да, там, и далее, вот. И если он хочет чего-то такого вот, ну, интересного, да, то то, что прилагаем мы, это один из, конечно, вариантов, потому что, что делаем мы еще, мы действительно предоставляем экономию его времени жизни, да, концентрированный опыт, да, который вот реактор дает таким предпринимателям. Ну, вот это как раз-таки такая ниточка в следующий час наш, когда мы будем обсуждать пенсионный возраст, и вот этот вот возраст, когда уже вроде как пора на пенсию, но дождаться ее тяжело, и, а у людей сейчас, мы знаем, что у нас общество, ну, двигается этот возраст, да, и люди там в 50-60 лет, они еще вполне себе энергичны, уже с опытом, возможно, с какими-то идеями, насколько серьезно к ним относятся, насколько они часто приходят к вам? Не скажу, что часто приходят, но вот был вопрос про женщин еще, я не ответил. Значит, у нас есть даже вообще целиком дамский стартап. Да, нет, там две, великолепно, значит, точно не хуже, но, думаю, даже получше, да, чем большинство, потому что здесь комбинация вот и педантичности, и рисковости, да, значит, ну, и желание слышать, для стартапа слышать, это самое важное для предпринимателя, когда он слышит, чего ему или ей говорят, да. Да, есть и за 50, да, мы. Да, добрый день. У нас, наверное, уже последний звонок, потому что осталось буквально 3 минуты. Надевайте наушники. Здравствуйте. Да, добрый день. Здравствуйте. Большое спасибо за такую информацию. Мы, как бы, те, которым отказали в свое время, но мы не ходили именно в реакцию, я сейчас не хочу давать подробности, но вот по поводу портрета, то есть люди, которые, в принципе, работали в КБ, которые имеют компетенцию, они все-таки не получили поддержки по той, по своей причине, что упор все-таки в Латвии делается на высшие учебные заведения. Это частная компания, которая имеет люди с хорошей компетенцией. Мы делали прекрасный проект, связанный с транспортной сферой, сейчас очень актуальной, как бы, зеленой энергией и так далее, и так далее. Учитывая вот все сказанное, можно ли говорить о встрече с вами, уважаемые? Да, конечно. Меня зовут Андрей. Очень приятно. Мы тогда, мы попросим тогда перезвонить вас. А, у нас ваш телефон высветился, мы как раз-таки можем этот телефон запишем. Запишем и передадим. Сейчас чем я и займусь. Да, спасибо большое за звонок. Ну вот, может, что-то и получится, соединение какое-то произойдет. Ну, пару слов о компаниях. Тут инжиниринговые компании – это тоже источник технологий для нас. У нас есть одна инжиниринговая компания из Новосибирска, которая уже три стартапа на базе ее. Просто исследования делаются не только в университетах, но и в компаниях, созданными университетами, инжиниринговые. Но по принципу это не отличается от этого. Давайте еще раз проговорим, где можно встретиться, вершки и низы, если так можно сказать. Значит, это 1 ноября, пятница, 10 утра, Тейкумс. Все, не надо ничего, нигде записываться, можно просто прийти. Нет, надо зарегистрироваться на сайте с мудреным названием commercializationreactor.com. В общем, реактор коммерциализации, видите, даже на русском языке вас сразу выведет. Google уж, спасибо, доведет. Доведет куда надо. Спасибо большое. Спасибо вам. Создатель реактора коммерциализации в Риге Николай Адамович был у нас в студии. Ну и успехов вам в эту 5. Спасибо большое и всем интерпренерам. Все хорошо. Все хорошо.